Начало процесса над генералом Радко Младичем транслировалось в столице Боснии-Герцеговины Сараева на больших уличных экранах. Город населен преимущественно мусульманами и во время Балканской войны ежедневно подвергался обстрелам армии боснийских сербов. Я жду, что справедливость восторжествует как можно скорее, чтобы ничего подобного больше не происходило нигде в мире. Жаль, что Евросоюз и Америка позволили случиться этой резне прямо в сердце Европы. Никто до сих пор не понес ответственности за убитых детей. 1600 детей были убиты только в Сараево, не считая других подобных случаев. Нам нужна лишь правда. Мы не такой народ, который искал бы мести. Мы народ, способный прощать. Мы готовы простить, но не забыть. Пале, город Воснии-Герцеговини, населенный преимущественно сербами, в ходе войны был известен как столица республики сербской. Здесь сегодня тоже следят за процессом над генералом Ладичем. Они хотят представить все таким образом, словно только сербы совершали преступления во время войны. Обвинили уважаемого человека и даже не дали ему возможности, как положено, защитить себя. В той войне участвовали три стороны, и все три совершали преступления. Сараево и Пале расположены всего в 10 километрах друг от друга. В первом после войны не осталось сербов, во втором – босницев и хорватов. Как утверждают прокуроры в Гаге, именно генерал Младич и его армия разделили территорию бывшей Югославии по этническому признаку.